Спасибо. Еще вопросы есть? Большое спасибо. И мы переходим к заключительному этапу нашей конференции. Прежде чем Елена Евгеньевна представить на экране нашего следующего выступающего, я скажу о нем несколько слов. Это Борис Григорьевич Левсонский, известный психоаналитик и врач, но гораздо более интересен он для нас не своей деятельностью, как врач и автор многих книг, а как очень хороший поэт, который пишет на самые разные темы, и темы в него достаточно глубокие. И он еще известный кошкалюб, который посвятил, с одной стороны, стихотворение нашим кошачьим чтениям, которые я в финале прочту. И вот он, благодаря нашему предложению, сделал подборку стихотворений о кошках. А известен он еще тем, что ведет рубрику в интернете, которая называется «Любите чтение, как же без кошечек». Без котиков. Без котиков, прошу прощения, это уже танец конференции сказывается на моем говорении, где он помещает самые различные картинки, картины, и народ радостно ему тоже перепощивает все, что можно на эту тему. И создается такая вот, не могу сказать умилительная, не могу сказать сентиментальная, скажу скорее, ироническая, замечательная группа, в которой все это существует и радует друг друга и сами сюда. Пожалуйста. Добрый вечер. Это более длинный для моих эфир, чем обычный, может поэтически, но в общем-то кошачий. Вот этому я говорю вам добрый вечер. А тем, кто собрался на кошачьем, то соберется на кошачьем чтение через какое-то время, через два дня. Добрый день, потому что эта зависть будет прослушиваться днем. Итак, добрый вечер, добрый день. Иосиф Бородский приветствовал друзей словом «мяру». И, конечно же, коты являются нашими верными, хотя и не очень в то же время верными, постоянными, но не очень верными. В то же время, мало кто обходится в эти гривы и священных животных. Я должен сказать, что у меня, по-первых, один кот и две кошки. Это хлопотно, но, поверьте, очень приятно. Я понимаю, что у меня в Гиппозиии выступят на кошачьем чтении. По словам о том, что практически ежедневно я публикую картины, в которых чтение в мире соседствует с котами. Надо сказать, что кроме котов обычных, рядом с кмитом, есть чашка кофе. То есть кот в каком-то смысле здесь утреная животная. Это как-то неплохо, но их музыка с кмитом. На то есть свои причины, которые любимые герои и цература. Начиная от простых ковы-мельниц, как у нашего кота, ковы-мелька-золота, а у детки моего и получше того. И с сэм-кому-рызинка, где ты была на мельнице, и с сэм-кому-рызинка, что дело, ну, кума-вола, и только не это. Однородных песен, дуло достаточно серьезных романтических произведений, как щитейские воззрения кота, мура, и, конечно же, кот-пехимот, который не очень подход к книге Булганкова, Мастер и Бальдер. Серьезная русская поэзия тоже находятся. То есть коток на вскидку. Я вспоминаю стихи Цветаины, которые она обменяет, как то в том, что они совершенно не солнце, не бессердечное. Не она одна. И стихотворение Цвета. Вспомнил строчку знаменитого произнесенского «Мой кот, как радиоприемник зелёным глазом в лобе в мире». Радиоприемник, который являлся в мире в обществе и вражеских голосах, зелёным глазом, это ламповый пиемник, который сегодняшний мир уже не видит. Да, мы ещё и, конечно, помним. То есть такой приёмник уже не ловит зелёным глазом в мире. Но кот продолжает это делать. То есть кот явно пережил, надолго поможет идти, но всегда переживёт наши технологические приспособления. Я решил, что я сегодня просто прочитаю стихи, которые у меня так или иначе связаны с кошачьим телом. Итак, начнём. Господи, я не готов быть господином котом. Я не пушист и не строен, не приучен, как тиск, как они. Господи, я не достоин. Боже, котом, в районе. На одной картине японка Кимоно разрезало своё, чтобы не потревозить котёнка, спящего возле неё. Но это было давно, и нет у меня Кимоно. В ночи в Египте Титану мы поклонялись котам. Сорок лет по пустыне бродили, казалось, не будет конца. В пустыне сорудили золотого тельца. Идол вын сокрушён с питальцами. Многобожий смертный бой, но никто не тронул ни пальца. Котом, что мы взялись с собой. Господи, я не буду быть господином котом. Котёнок сходит с ума где-то в шести утра. Мурча ползёт в подбородку, царапает грудь, печется носом в бороду. Значит, вставать пора, накормить его самому, заживая что-нибудь. Перед глазами мелькают обливки сна. Слышим вороний край, не сплетучи не мелькают. Камень, теряющих нежности, я никогда не знал. Но кошачьи нежности мне были всегда милы. Дорогой Англии, Англии, среди блаженных душ, прибывающих с облоком вам видней, но я никогда не видал треугольные души. Но треугольные души я видел в жизни моей. Я видел гибкие спины и замкнутые хвосты, зоры огненные, вспетивающие из темноты. Я видел чёрные тени, шарахающиеся пусты. Страшно сказать, но всё это были хобби. Ночью приходят ёжи, обьедают кошачий корм, обьедают котов, не имея моральных норм. Но имеют острую морду, что и меховой воротник исчезает быстро, даже откуда возник. Смыгает носик, да хочет лапки, тропа шелестит. Корм кошачий съедет, но хочет ежа в гости. Известно, что ёжик колючий, а потому и живучий. Проясняется небо, луна, уплевает истучно. Плюс чёрного кота. Подсоветский плюс, какой неучивший кот, мотивчик завезенный с отдалённого материка, кучи-кучи мэн чёрный кот из мешка. Прости меня, мама, я живу в тесноте, бою хрен знает о чём, всё больше о наркоте. Чёрный кот из мешка, я спою об этом коте. Прости меня, мама, голова тяжела, пусто в груди. Прости меня, мама, молчи, душу не перейти, не хочешь меня ещё кого-то родить. Подайся в Турцию, мама, чему-то там перези, купи-продай, купи-су-харень грези, поделись чёрный в каком, а меня не грузи. Посижу в подвале, на коленях фри-пире в каком, мы с ним из того же теста, из огромного живота. Не тот этот город, мама, и полночь не так. Я дерьмо, кучи мэн, кто ещё ты знаешь сама? Съездь в Турцию, мама, там тебе и зима. Не дотросишься с нерком, мама, вышибешь из пуна. Это плюс о чёрном коте 90-х годов. Он для тебя, мама, и для чёрных котов. Пусть всё подохнут завтра, но я ещё не готов. Одесский они кто? Рива, скажи, мой хаин сейчас не упасет. Нет, так что? Мы поссорились. Он сказал, что пойдёт, пошут. А хаин сидит у ривы и чешет кота за ухом, и попивает хлеб и слизуном к вас. Пусть рива в лёгке попали, рива в ратник первой, будет голый ходить по кульбару, или по красминку даже, будет трахаться во всех козах, так вот вниз головой, не усмехиться, даже если поймают на мелкой краже. В общем, баба не промах, и точно его жена под халантом волнами ходят и жировые складки. Казанке теряется на черносливом, не тот, что присажена, но приголела, и даже собака, естественно, стала. А говорят, есть такие, кто выпекает коржи, взбивает крем, парширует рыб, а пирожки с горохом, в чесночном соусе, таких на кухне держит, а в спальне они не будут литоваться порог. С лужечками без лужечек, дружба вместе, каленки, брось, детки мало-мало меньше, чем старше, тем не стал в год. На кухне соседка поет, ой, морозный морозь, шерсть у нее овечья, а взгляд у нее король, а хайю все гладит в котах, узбольных красавиц смешной, и хочется есть, да в постель параду, а умная рыба все толкует глупой его женой, пускай языком морозит на том, что не в память. Пляж переполнен, разделься хоть до плавок, хоть до гола, под солнцем стоишь, как под боком, без прекрасной одежи, Господи, как некрасивы наши тела. Доброго у нас пожилы, так мир и у молодежи. Короткие ноги, низко посажены так, что-то выплыли в наших движениях. И складка в коже. О, если еще не выражение лиц и глаз, да убы наши рожи, все знают, на что похоже. Мисантропия, свечетка, тут еще и тату, бедра первые на правом плече, вокруг урка паутинок. По нему не отдашь предпочтение собаки или коту, но ход на пляже не загорает, слишком у нас котины. О, у этой лицовой лагерь, но подходит нижний этаж, тяжелый с мной одесского пляжного плета. Но вот мечтает, что где-то есть лучший пляж для кота и собак, для красавицы и отлет. Витязи в шкурах кошачьих, точнее, коты, их и существа не такие, как ты. У ворот сидят неподвижно, пересекают дворы, ожидая, что люди будут с ними добры, как они с ними бутры. Самка плюс территория. В давнее время страна имела повадку женщин, когда начиналась война. Вольский Лене писал Маттештан. Трое кому нужно? Не лучше, как тела враговых, бронзовые мечи. Стоит ли метить круг, что метят струбкой мочи? Сколько баб на хроне каштан солнечные лучи, весенний ветер по лощи выстиранное белье, безумная рыжая баба паски перед жильем. Черный год взлетит на нее, этот возьмет свое. Грязно-мелый проголодался, хозяин опять на мили, сердокольный сосед с косовкой маячей вдали, сяпко вытянул главный, лежать в пыль. Белорыжий кот пирамид переселил на посту. Радия шпань, бездневный вечер, каштан цветок, да будет он трижды цветок. Какое дело коту? Будь я котом, вот ли вид, я выел эти карманы. Их разработали котоводы Большого Тумана. Карманы продаются задорого, не раздаются дарваны. В них содержатся многочисленные питательные вещества, полезные для твоего четверонокого пищи, естества. На пакетиках нарисованы упитанные коты, полосатые, серые, наглые, почти такие коты. Если бы ты был готов, вод поднимает взор, ты никогда не могла бы подобный взор. Ты воротил бы морду от этих химических блюд, которые, честно, кошек, изгодит, возьмоз, плывут, ты бы феркал, мяукал, терся, гору, но никогда не подошел бы к миске и не заглянул туда, а заглянул, отшатнулся бы, кушать, и нет, и жалоба. Пометил бы дверь на прощание и навсегда убежал. Ваша диска купила бы искус, ложь и еще раз обман. Подлец и кванщик придумал, чтобы набить карманы, не отдала бы диска цариска сломанного хороша. Вот курица гриф холодильник, действительно хороша, а ты не жалеешь ее, хозяин, дряная твоя душа. Ну и последнее. Черт с неба упал, больно ударился козем, обернулся мыщем и огляделся вокруг. Лишь и скинь ему сказание милости просит, чувствуй себя как друг, располагайся друг. Известно, люди имеют дубную привычку в своих домах нечистого привычать, но и Богородица смело просила рукавичку. Панч стала кошкой ему мучать. Белая мышь черная пикача спустая догнала мышь весов с ним два прыжка, пижала сначала лапкой опти не выпуская и душила мавость восстатого дьявольского дружка. Поиграла с ним волю проглотила не свернилась неподобимость, знай лапкой мордочкой трех какая была дана Богородица милость ожившей мальчика кошек облизывающей короб богородица богородица почете кошек нас вернувшись в эти лапки постепенно а Мария призвала если занес лапки погладить лапки кошек и обидеть тихо мальчика 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 Спасибо. Спасибо большое за организацию. Очень интересно все получилось. Все доклады были очень интересными. Какие-то линии даже выяснились, которые дальше могут развиваться. Спасибо большое. Прекрасный финал для оплаты про интернет. Больше ничего не скажешь. Общаясь по-разному всегда. Разные подходы, как формировать тематику конференции. Часто собирают специалисты одного профиля, тропологические конгрессы, или специалисты по одному периоду. И довольно редко случается пойти на такую больность, чтобы взять какую-то тематику сквозную, которая может рассматриваться в разных дисциплинах, на очень разном материале. И всегда думаю, что будет ли это такой игрой интеллектуальной, или все-таки прочерчатся какие-то сквозные линии в этих разных сюжетах. Я в любом случае просто рад встрече, так или иначе был бы. Но странным образом эти линии начали прочерчиваться. Это было неожиданно довольно-таки. Что получилось не просто такое хулиганство интеллектуальное, а еще и какая-то единая концепция. Я думаю, что... Я поделюсь одним воспоминанием коротким. Это было несколько лет назад на конференции российского института культурологии. Есть такая следовательница, Шипанская, Екатерина Николаевна. Она занимается субкультурами, массовыми. Борисовна, да? Татьяна. Татьяна? Я помню, что она с ней встречается. Это суциолог? Нет, она культуролог. Я не знаю, какие же качества она представляет, но все-таки культуролог. И очень похожий сюжет рассматривался. Она зачитывала произведение, сегодня не помянутое, не попало как-то в предмет рассмотрение. Рассказ Белевина «Ника». Да. И там идет такая литературная игра, что мужчина обращается... Ну, кажется, что к женщине всего. В течение этого короткого текста. И в финале мы понимаем, что это было обращение к кошке. И вот она это зачитывала, как-то комментировала, вводила, как я помню, к тексту мультикультурализма, проблемы другого. Вот те идеи, которые звучали сегодня тоже. Но это было несколько лет назад. И я помню, тогда свое восприятие показалось, что такое хулиганство, так забавно, интересно. Но, наверное, еще перебор. То есть, есть те, кого мы вводим в категорию «другие», а это еще что-то за этой границей находится. Кошка, как другое, ее там культура особая, какой-то мир, наверное, еще нет. Вот. Ну, это было смело интересно. А вот потом, вторая для меня реальная точка была, это весной, когда я формировал выбор текущего исследования, я занимаюсь портретами. Я подумал, надо оговорить, что это портреты людей, а не животных. Но вот, вообще, в традиции искусствоведения, как кажется, сегодня у нас портрет кота все-таки был помянут. Я уже не знаю, в 17-м веке от Алексея Михайловича, может, это была парсуна даже. Верните, называлось ли это портретом, и вообще, как называлось ли. Вот. Какой это изображение. Вообще, обычное искусствоведение это разделяет. То есть, считается, что портрет все-таки человека, а это анималистика, как что-то другое. Но вот по ходу сегодняшнего рассуждения в разных докладах я понял, что вот за эти несколько лет мы действительно преодолели эту дистанцию и пришли уже не как к какому-то эпатажному жесту, ну, так, какое-то проявление смелости интеллектуальной, а почти к норме, к тому, что да, вот есть мир братьев наших меньших, которые оккультурены, одомашнены, инкорпорированы в какой-то степени в мир человека, находятся на границе между диким и диким. И те старые оппозиции, которые были для нас еще недавно совершенно неизыклимы, они становятся более проблематичными. И даже вот по ходу сегодняшнего разговора я вот пролистывал те книги, которые за последние годы вышли в издачестве «Альбина нонфикшена», ну, такой, ну, опыт популяризации научного знания, и я обратил внимание, какое количество работ, ну, в духе Конрада Лоренца, который у вас сегодня, по-моему, Игорь Владимирович, да, начали нашу встречу, поминал. То есть, если тогда вот этот стык культурального и физиологического какого-то, да, казался, ну, отдельным казусом литературы, потому что вот отдельный автор хочет пойти по этому пути. Сегодня вот эта работа с категориями, там, добродетели и гимназической обусловленности, там, или альтуизма и физиологического основания, там, это становится какой-то нормой вообще в исследовательской практике. Поэтому я думаю, что просто сегодняшняя конференция, она во многом закрепляет эти изменения, которые происходили долгое время в смысле гуманитарного знания, и мы сегодня видим, как то, что только что казалось нам, ну, смелым и странным, стало новой конвенцией гуманитарного сообщества. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо всем, кто помогал, всем, кто участвовал. Не могу не сказать о титаническом труде Елены Евгеньевны, которая сделала очень большую часть работы. Могу принести благодарность и Марии Федоровне Надьяровны, которая настойчиво, упорно и филантропически постила сообщения о нашей конференции и говорила всем интересующимся о том, что такая конференция состоится. И не желая задерживать больше ваше внимание, скажу только, что мы рады были всех видеть. Разговор получился любопытным, и, возможно, мы его продолжим в каком-то другом виде. Во всяком случае, мы намереваемся сделать издание трудов этой конференции. Еще не знаю, будет ли это в рамках отдельной книги, или это будет сборник, или это будет внедрено в периодическое издание как отдельный номер. Во всяком случае, выступающие где-то к середине октября, хорошо бы, если бы они тексты предоставили октября, потому что потом будет проходить редакционный совет уже где-то в начале ноября, поэтому мы можем не успеть. Требования оформления разошли, сказала я, обреченную. Все, большое спасибо всем, кто выдержал этот долгий день. Спасибо.